Я расскажу о социальной игре. Почему это интересно, я немного расскажу о своем опыте их создания. Самая главная социальная игра – это, конечно, «Фанвиль». В нее регулярно играют 83 миллиона человек. Это могут, в общем, больше, чем все население Германии. Представьте себе, 80 миллионов человек, которые не работают, не читают фильмы, не смотрят фильмы, а сидят перед экраном и выращивают в актуальные рыбущи. В Фанвиле есть уже много клонов, есть русская версия, называется, по-моему, «Счастливый фермер». В латвийской сети «Трава и Молда» тоже, по-моему, появилась похожая игра. И, я уверен, прямо сейчас, в неграх «1&B» сидят программисты, которые делают какую-то сферу русскую игру. Как только она появится на «1&B» появится и на «1&B». Второй интересный пример – это компания «Playfish». Их первая игра называлась «FullHeaded Biggest Brain», и они разработали уже, наверное, с десяток социальных пиков. Все эти игры выстрелили, все стали популярными, в них играли десятки миллионов человек. И у «Playfish» интересная история. Компанию основали в 2007 году, уже через год инвесторы что-то почулили и предложили у них 17 миллионов. А еще через год регулярные карты просто купили в «Playfish» до 275 миллионов. Вообще, такие огромные суммы, эти десятки миллионов игроков, и такое современное развитие, стали возможны только благодаря «Facebook». «Facebook». Все знают, что это такое. Самая большая в мире социальная сеть – 400 миллионов зарегистрированных пользователей. А главное, что «Facebook» открыт для нас, для сторонних разработчиков. Это значит, что сделанные наши игры могут обращаться к базам «Facebook» и получать оттуда какую-то информацию про наших игроков. Например, нам даже не нужно в наших играх дать регистрацию новых пользователей. Вот как выглядит. Вот в игру в параметре есть только одна кнопка «Войти при помощи Facebook». Игра нажимает на нее, через «Facebook» логинится в игру, и сразу же игра получает отпуск к данным этого игрока. Она визит его день на фамилию, возраст, списки друзей, фотографии и так далее. Но игра не только получает доступ к данным игрокам, она еще и получает возможность публиковать какие-то записи на стене этого игрока в «Facebook». А стену игрока видят все друзья игрока. Таким образом, получается, что игра становится вирусным. Как это работает? У нас есть пользователь «Facebook» или она поиграла в какую-то постинку, в «Facebook» и «Facebook» и «Facebook» и «Facebook». И автоматически эта игра вознесла такую запись на странице Лены в Facebook, что Лена якобы нашла от своего безболнового котенка. Сразу же все друзья Лены видят эту запись. Все 40 человек. И явно кто-нибудь из них не сможет устоять с твоей программилой картинкой и нажав на ссылку «Facebook» и «Facebook» и «Facebook». И уже на стенах третьих друзей появятся похожие записи. Получается, что игра воспространяется как инфекция. Заражают друзей, потом друзей, друзей и так далее. В общем, вирусность – это только одна грань социальности в играх. А сама социальная источник была хорошо показана в последней серии «Южного парка». Когда Каилл со слезами на глазах упрашивает Стэна, чтобы Стэн зашел в автомобиль, нашел в поле Каилла и удовлет его посервет. Стэн согласится, зайдет и удовлет. «Facebook» напишет, что Каилл и Стэн теперь не просто друзья, а какие друзья. В разработчике игр очень мудрые используют такие социальные механизмы, человеческие слабости, чтобы сделать все более и более приличные игры. Что они еще используют? Они используют как бы людей самовыражения. Все игры с удовольствием выбирают или рискуют себя в атаке, чтобы быть не подожженным в них игроков, и чтобы как-то выражать свое собственное время. Игроки придумывают себе красивые линии наши. Игроки рассказывают, что будут страницы своих блогов в любимые цвета, в общем, как на самовыражениях. И во всех социальных играх есть возможность для самовыражения. На каких еще наших слабостях играют игры? На наши склонности и тяги к стяжательству, накоплению, коррекционированию, зарабатыванию. Посмотрите, Марию будет спасать принцессу на дороге, который еще и собирает златый монет, который ему против него чинит. Вот так во всех играх мы что-нибудь собираем зарабатываем. Очки, виртуальные деньги, пункты робота и так далее. Игры дают нам законный повод гордиться членами перед другими игроками. Нашей ловкостью, скоростью реакции, усидчивостью, интеллектом и так далее. Ну и никакой подкупоративность тем, что дает нам приезжать какие-то эмоции. Вспомните бездомного котенка с острого сокровища. Вообще, немножко главная наша проблема, которую решают игры, это то, что на слишком много свободного времени мы не знаем, куда его избраться. Миллионы человек сидят в форексах, когда нам, около компьютеров, и просто изнывают, насколько бездельно. И упрашивают, чтобы нас в рабочих же делится, и что-нибудь. Дайте нам какое-нибудь засмысленное занятие. Мы готовы продавать капусту, виртуальную мордовку. Мы готовы зарабатывать виртуальные деньги и покупать броню. Даже готовы по полгода давать монстров, чтобы получить много заклинаний. Дайте нам какое-нибудь засмысленное ответственность. Дайте смысл нашему жизнью. Это, конечно, звучит не очень весело. Играть вопрос. Почему бы не сделать? Почему бы не сделать полезную игру? Что-то будет не просто приносить имя разработчикам и потакать слабости на игроков. А будет за вашему спорят. Например, делать игроков лучше, изменять смерть лучше. Вот над разработкой такой игры я сейчас и занимаюсь с единомышленниками. Что она делает? Она исправляет то, что натворил интернет. Если интернет решает нас с человеческим общением, то эта игра наоборот учит нас, как общаться с людьми, помогает нам понимать с окружающих. Вообще, что она делает? Она показывает, насколько хорошо ты знаешь своих друзей, и она показывает, насколько правильно и подлинно ты выглядишь в глазах своих друзей. Как происходит игра? Вначале вам предлагается сделать тест. Личный тест про вас в центре. Создать такой тест. Для этого вам показываются четыре какие-то случайные картинки. Вам нужно выбрать из них одну, которая вам больше нравится, чем остальные три. Я бы выбрал последнюю с полцем. Это происходит, когда повторяется, 10 раз. В итоге вы выбрали 10 картинок из 40. Тест закончен. Что происходит дальше? На вашей странице произведения появляется значит, что я, Марсин Соловский, сделал тест про себя. Дорогие друзья, поедите его. Мы увидим, кто из вас, насколько хорошо меня знает и понимает. Друзья нажимают на ссылку. Попадают в этот тест. Начинают его проходить. Видят все те же картинки, что вижу я. Пытаются угадать, какие мне понравились, какие я отметил. Отмечают все картинки. И результат теста уже публикуется на их стене в Фейсбуке. Вот видите, кто-то из друзей прошел мой тест. Попирал четыре из десяти картинок, которые мне понравились. Вообще четыре из десяти, как показывают в практике, это такой средний и крепкий результат для людей, которые друг друга более-менее знают. Я видел супружескую пару, в которой муж и жена друг друга угадали где-то 3-4 картинки. А вообще такой был в другой файл, где муж угадал 9 из 10 картинок, которые жена загадала. Вот. Когда несколько друзей проходят ваш тест, что становится видно? Во-первых, видно результат. Кто из них, насколько хорошо вас знает и понимает. А самое интересное, что становится видно, какие вкусы вам описывают ваши друзья. Вот посмотрите, дайте мне вот. Большинство моих друзей указали, что мне якобы нравится вот эта вот странная картинка с виселицей. Это вам не совершало, мне нравится, и я ее не выбирал. Наверное, восемнадцать человек сказали, что мне нравится, значит, я похож на человека, который нам нравится. Это значит, что надо до чего-нибудь задумываться. Вот. Игра провоцирует такие интересные рассуждения и дискуссии. Я приглашаю вас зайти на сайт в роли, адрес con300.com. Зайдите, сделайте тест про себя, отошлите его своими друзьям, пусть они пойдут. И, скорее всего, вы узнаете что-то новое и про себя, и про своих друзей. Спасибо. Вот. Все, что я с вами рассказал. Спасибо.